Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Шевчук вернулся в Россию. Напомню, что в Дубае он порассуждал о теории революции. Сказал, что лажа заканчивается революцией. Эта теория вывозит, ребята, вывозит. Вот лингвистическую экспертизу делали и на агента Лазаревой. Сегодня, читая, пишут, что лингвистическая экспертиза в ее высказываниях не нашла, скажем, в ее высказываниях о беспилотниках по России, не нашла экспертизы, по итогам экспертизы не нашли того, чего нужно было найти для возбуждения дела против него или что-то еще. Вот вы знаете, есть, я уже говорил неоднократно, состав, есть статья, а есть понимание того, что человек думает, как он мыслит. То есть все прекрасно понимают, что и на агент Лазаревой, и о чем она думает, и о чем она, так сказать, мыслит в отношении нашей страны. Но вот конкретное высказывание, в нем не обнаружено то, что могло бы стать основанием для возбуждения уголовного дела. Также и Шевчук. Все прекрасно понимают, что он имел в виду, ибо его уже оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил, до этого на 50 тысяч рублей. Он до этого уже устраивал митинг, значит, своего концерта, высказывался там очень грубо в адрес высшего руководства страны. И здесь высказываясь о революции, скажем так, которая венчает окончание лажи, как он выразился, понятно, что он говорил. Но наверняка, именно вот если смотреть по экспертизе, опять ничего не будет найдено. Так говорят, так они специально подбирают слова, чтобы выразить свою мысль, но в то же время не попасть под действие закона. Почему? Потому что им надо же деньги зарабатывать. Кому он нужен, где? Более того, он встретился за это время с инагентом Галкиным, инагентом Тиньковым, с Пугачевой. Ну, прекрасно, понятно, по кругу общения, по высказываниям. Все ясно. Нет, он приехал. Более того, вернувшись, он говорит, что не всем он еще надоел, еще кому-то он нужен. И все эти высказывания фиксируются, то есть эти высказывания не просто кем-то придуманы, с чьих-то слов, я имею в виду, его слова переданы, а это все высказывания, которые зафиксированы на видео. И люди это все слышат, видят. При этом он приезжает спокойно, продолжает находиться в нашей стране, хотя, как мне кажется, но это мое мнение, наверное, как-то может быть, какую-то ответственность он должен понести все-таки. Вот что пишут по этому поводу СМИ. Спалившему все мосты Юрию Шевчугу показалось, что он еще не всем надоел, а потому музыкант вернулся в окаянное, в кавычках, отечество, отметить день рождения. Имя некогда всенародно любимого задиристого рокера и лидера группы ДДТ в последние два года перестало вызывать что-то, кроме массового отвращения и жалости. В России он больше не выступает, кстати. Во что превратился Юрий Юлианович, иначе как жалким зрелищем не назовешь. В биографии Шевчука были хиты на века. И гитара на окраине штурмуемого Грозного, а ныне его компания это беглые на агенты. Среди них дурной комик иноагента Галкина, экс-банкира иноагента Тинькофф, а его стадион и корпоратив в Дубае с призывами к революции и песни в честь иноагента экстремиста Терриста Навального в Казахстане. И вот с таким багажом, помотавшись по зарубежью, старый, променявший море на таз музыкант вдруг объявил в Санкт-Петербурге, выдав неуверенно шутливую браваду, мол, чувствую, не всем я еще надоел. Он трогально поделился с узконаправленной либеральной прессой, что принимает поздравления, телефон разрывается, ведь вообще он дома, на родине. Ее он нежданно написал с заглавной буквы. Жалкая и закономерная агония былой славы. Такая вот, что называется, такая публикация о нем. Друзья, вы знаете, Шевчук, еще раз повторюсь, нужно отделять гражданин России и профессия человека. Профессия – артист. Артист хороший, песни у него есть, классная, действительно. Как гражданин здесь другое дело. Поэтому некоторые смешивают, вот артист, плохой артист. Нет, бывает хороший артист, так же, как может быть хороший врач, может быть хороший специалист в чем-то, да? А вот как гражданин страны здесь уже другой разговор. Поэтому я то, что говорит Шевчук, не принимаю как гражданин России. Для меня высказывания его ложны с моей точки зрения. Я их так воспринимаю. То, что он говорил о революции, я уже осуждал об этом. Могу просто кратко сказать, что она пожирает тех, кто ее создал, откатывает назад и топит в крови всех. Поэтому это самый наихудший путь. Это путь в пропасть, путь в никуда. Его могут выбирать только совсем, не знаю, беспредельщики абсолютнейшие, которым вообще все равно на судьбу Отечества. Это с моей точки зрения. Поэтому то, что он вернулся, еще раз говорю, мне кажется, как-то вот какую-то комиссию, что ли, при Минкультуре создать, что если человек не наговорил на стадию, но по его высказыванию, по его знакомству, с кем он встречается, понятна его позиция, чтобы можно было применять какие-то меры по отношению к нему. Вот, например, завтра он соберется в честь дня рождения какой-то дать концерт, например. Выйдет на этом концерте. Почему я говорю, что люди публичные, артисты несут двойную и тройную десятерную ответственность и решит опять, что выскажется. Выскажется, а это услышит кто-то, возьмет как призыв к действию и пойдет, так сказать, какие-то действия совершать, противозаконные, допустим. Не понимая, что, не анализируя до конца. И это очень опасно. Поэтому, как минимум, мне кажется, в медийном пространстве они не должны находиться. Это как минимум. Но как максимум здесь может быть действительно какая-то более серьезная ответственность. А то, что в Россию они едут, ну, потому что они больше нигде не нужны. Они все приедут. Они все говорят, кто даже пожил там два или сколько там года, они все возвращаются и говорят, мы здесь жили, мы здесь живем абсолютно спокойно. Пытаются продолжать свою деятельность. Но мы все видим, мы все слышим. Самое главное, что мы изменились, еще раз повторюсь, это самое главное. Мы меняемся, мы поэтому не принимаем такие вещи в отношении нашей Родины. Мы принимаем только программу, связанную с развитием, улучшением. И вот просто еще раз скажу, что нет одного человека, который является убегантом. Нет олигарха, нет артиста, нет еще кого-то. Никакой программы озвученной не было ни единого раза. Какого-то развития страны. Какие-то предложения по развитию. Реально вменяемые какие-то предложения. Нет, они говорят только о себе, они говорят только о возвращении, но возвращении с точки зрения того, чтобы вернуться к кормушке. И все. О среднестатистических россиянах у них голова не болит абсолютно. О них они вообще не говорят. О нас, иными словами. Поэтому, когда у них на уме только они сами, понимаете? Вот их такой вот эгоцентризм, если можно так говорить, они только о себе думают. О себе, собственно, благополучие. То есть сам факт их отъезда, не знаю, в другую страну, да? И так же они чувствуют себя и в России. Главное, чтобы мне было хорошо, мне было тепло, у меня хорошая квартира, машина. А как живет страна, их вообще никак не волнует и не касается. И так вот они и видят, собственно говоря, в русле вот этих всех высказываний. Все это. Главное, чтобы им было хорошо. А как страна живет, как она будет называться, им все равно. Будет здесь другая страна, будут здесь управлять заокеанские хозяева, им все равно абсолютно. Абсолютно. Главное, чтобы им жилось хорошо. Вот понимаете? Вот это вот то, с чем нормальный человек, проживающий в России, никогда не согласится. Потому что променять свою родину на что-то нормальный человек никогда не сможет. Потому что, еще раз говорю, одна мама, одна родина, один паспорт должен быть. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка там же в закрепленном комментарии в описании к видео. Еще раз повторюсь, друзья, подписывайтесь на мой резервный, запасной официальный канал второй Будда Гришна новости в Телеграм. Там больше свободы слова. Мы разговариваем там на более такие интересные и важные темы. Это и коррупция, и миграция, и внешняя, и внутренняя политика, и кадровые перестановки в Министерстве обороны, и в правительстве в целом, которые недавно были. Новости уходят круглосуточно с моими комментариями. Еще раз скажу, что если что-то случится здесь, то там с вами не потеряемся. На связи всегда будем оставаться, поэтому на всякий случай подпишитесь. Ну, я думаю, вам будет интересно. Там выходят некоторые видео, которых здесь тоже нет. Телеграм-канал Будда Гришна новости. Жду вас там. Ссылочка в закрепленном комментарии и в описании к видео внизу. Вам 20 секунд подписаться, но зато не потеряемся. Друзья, и приглашаю вас на свой сайт буддагришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. И повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.